Друзья, привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с Айгизом у нас первая рыбалочка на моей новой лодке Аква 3600. Время полшестого утра, приехали на озеро. И что хочу в этом видео сказать. Уже несколько раз семьей на лодочке плавали. И надувное дно, да и я думаю не только надувное дно, и паёлы сложно отмывать. Песочек, грязь попадает. Поэтому решил я заказать его коврик. Ссылочку, если что, на продавца в описании под видео оставлю. Смотрите, вот в эти места особенно песочек попадает. Вот здесь часто у многих плесень появляется, если хорошо всё это не отмыть, не оттереть. Поэтому решил приобрести его коврик. И сейчас мы поплаваем, порыбачим. Что-нибудь вам ещё покажу, запишу, может что поймаем. И посмотрим, насколько помогает его коврик. Приплывём, уберём коврик, посмотрим, чисто под ним будет или нет. Айгиз, давай, раскладывай. Давайте сразу посмотрим, как подошёл размер. Это именно для Аквы 3600. Ну давайте мы его, наверное, вместе сейчас постелим, и я вам покажу. Ну всё, буквально за 10 секунд коврик постелили. Здесь есть небольшой зазор. Там всё впритык. Но я думаю, он чуть-чуть нагреется и посильнее распластается. Говорят, что коврик очень хорошо в лодочке помогает. Именно вот дно потом отмывать не надо. Плюс можно сюда не опасаться уронить крючки, блесну. У вас дно не проткнётся. И даже вот имейте в виду, к обуви может что-то снизу, стёклышко какое-нибудь прицепиться. В лодку залезете и дно проткнёте. С ковриком этого не произойдёт. Я на своей машине уже года четыре с севы ковриками катаюсь. В машине вещь незаменимая, очень классная. Ну а в лодке, я думаю, тем более. Ну всё, мы сейчас будем потихонечку выплывать. Дальше вам что-нибудь интересное покажу. Ну что, ребят, первый улов, щучка. Третий. А, третий, да? Ну первые две у нас сорвались. У меня окунёк маленький был. Я его отпустил. А здесь у нас щучка, ну килограмма, наверное, на полтора. Только проснулась видать щука. Потому что уже минут сорок плаваем. Ничего не было. И вот сейчас как раз пошёл поклёв потихоньку. Смотрите, какая красавица. Ну всё, продолжаем. Ну что, мы уже собирались домой. Потому что клёв пропал. Но решили ещё маленько вот в этом курмыше покидать. И я гис вытащил ещё одну небольшую щучку. Красавчик. А я так ничего пока не поймал. Вот и всё на сегодня. Рыбалка окончена. Не очень-то она удалась. Две щучки. Одна побольше, одна поменьше. И то я гис выловил. У меня было два карандаша. Я их отпустил. И небольшой окунёк был. Тоже я его выпустил. Ну давайте по коврику. Сильно мы его, конечно, и не запачкали. Но он вот мокрый. Вода внутри. Грязь немного. Теперь мы его берём вот так вот. Кстати, смотрите. То, что я и говорил. Там впритык. Здесь впритык. То есть коврик нагрелся, вытянулся, расправился. И всё стало идеально. Так. Теперь надо его аккуратно вытащить. Иди, сайдай, помогай. Так. Давай он туда трогал. И смотрите. Дно. Идеально чистое. Вот здесь немного влага есть. Потому что всё-таки вот сюда вода, брызги попадали. А так всё чистенько. Ничего мыть не надо. Классно, классно. Рекомендую я вам коврик такой. Вещь нужная и вещь полезная. Ну всё, друзья. На этом сегодня у меня всё. Если видео было интересным и полезным, как обычно, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...